Добрый вечер 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 вот сейчас я точнее вот перед этим трансляция была там бля пересушил чуть-чуть на микроса минут пять-шесть полежала сука пиздец пришел я ну ребят я не слежу но знаете есть это самое такая поговорка не суй свой нос куда батька хуй не сувал вот скорее всего он это сделал поэтому наверное посчитал себя всемогущим и поэтому получил если у тебя крыша блять не трехэтажная то мне кажется лучше не открывать свой рот молчать делать свое дело чувак решил наверно понты сколотить что он всемогущий поэтому получил уже приготовил грудку где-то есть видео по моему с перископа смысле поднялся я не считаю что я еще куда-то поднялся еще никуда не поднялся пытаюсь только подняться на самом деле понимаете картинка она может быть одна то что до этом являюсь владельцем фитнес-клуба и у меня есть старенький range rover это может быть только с виду картинка такая вы же не знаете какая ситуация допустим обстоит внутри клуба какие тут дела творятся финансовые поэтому подняться это наверное немножко другое пока что только в процессе westfarm пептиды и сейчас еще гормон вышел гормон starx я кстати мне обещали следующей партии я возьму гормон со следующей партии по тестам очень хороший гормон причем есть реально я еще пока честно скажу westfarm гормон не юзал но собираюсь это сделать для девушки топ-3 спорт пит сейчас скажу смотрите что значит для девушки девушкам всегда хочется кушать да и я думаю что иметь баночку изолята на этот случай очень оптимально баночку изолята чтобы радовать себя вкусным коктейлем и полезным значит это первое это изолят вот какой-нибудь вкусненький это первое я даже наверно топ-5 назову вот обязательно для того чтобы не жрать всякую херню для того чтобы баловать себя вкусным коктейлем если хочется чего-нибудь сладенького это первое второе обязательно нужны витамины какие-нибудь спортивные витамины женские там обязательно дальше обязательно такие добавки как альфа-линолевая кислота но можно просто антиоксиданты какие-то взять и правильно рыбий жир для обмена веществ то есть это омега это антиоксидант это протеин изолят витамины ну и допустим таких добавок много не бывает как допустим q10 вот глюкозамин вот витамин е отдельно не обязательно ну так что вот из таких то есть для бар добавки для здоровья и как прием пищи это изолят вот я считаю что это самый оптимальный набор не стоит к этому относиться как-то с подозрением ничего в этом страшного абсолютно нет для насморка у меня что-то чувствую себя нормально вот так что если вам поможет мой совет то дай бог ничего такого страшного добавки для здоровья витамины минералы глюкозамин омега антиоксиданты и протеинчик не у меня нет никогда не было аллергии на самом деле просто чуть насморк никак не прокачивается центр груди быца для девочек но не буду считать именно для девочек быца добавкой номер один если конечно их использовать то будет хорошо быстрее восстанавливаться будет быстрее больше сил будет на тренировке если во время тренировки там или до тренировки их пить но это не категорично я думаю не принципиально настолько насколько для мужиков потому что мужиков все-таки мышечная масса больше ее сохранить намного сложнее поэтому там быца обязательно быца добавка номер один девочкам достаточно употреблять повышенное количество белка и пониженное количество углеводов побольше овощей и у них прекрасно сохраняется мышечная масса на их уровне на их уровне женском для того чтобы быть стройной красивой и при помощи этой массы избавляться от лишнего веса девочкам достаточно повышение белка мальчикам не не всегда не совсем хватает вот кто-то креатин не использую когда используешь добавки другие то креатин не актуален вообще сейчас опять суши возьму на грудку пожарил суши возьму креатин тем кто сидит на курсе на хер не нужен выброс денег в пустую симбиоз должен быть и веса и техники без веса естественно прогрессировать не будешь без техники тоже поэтому оптимально максимальный рабочий вес без нарушения техники технику ставим во главе и под это подбираем максимальный вес если делать технично но веса не хватает прогресса не будет даже натурально но имеется ввиду почему много же людей которые не используют фармакологию и хотят добиться результатов и у них все получится если они будут грамотно тренироваться анализировать свой тренинг изучать свое тело куриную грудку нужно употреблять для начинающих вы знаете плюшевая борода говорит это мотивация вот на моем уровне допустим уже можно говорить нахуй технику потому что у меня он уже настолько отработана нервно-мышечная связь что людям со стороны кажется что я там делаю не технично я там поднимаете веса ну поверьте я работаю над теми группами мышцы я их так ощущаю их работу и со стороны это может быть вообще не технично но для меня это будет работать вот а естественно человеку который на начальном уровне у которого не налажен нервно-мышечная связь ему нужно отрабатывать технику налаживать эту их связь долбаную и потом он уже под себя со временем будет перестраивать технику вот поэтому для более профессионального уровня нахуй технику главное чтобы ты убивал целевые мышцы поверьте у меня я грудка курицы не ватная на во рту тает вот я не делаю фронтальный присед никогда я не говорю что это плохое упражнение просто я его не делаю вот мне он не нравится и формы ли при 100 какого ли при 100 который раньше выступал или который сейчас форму нравится конечно но рост уж очень маленький кроме грудки все что угодно можно рыбу говядину свинину яйца творог если тошнит мне это конечно не норм нужно чистить организм ну я не знаю что такое фарма микс а фарма миксах мы здесь не говорим я не знаю что бы было с моими ногами и скорее всего бы их не было бы от фронтального приседа я не знаю возможно люди которые хотят нарастить ноги возможно это заблуждение что они нарастят люди которые добились уже больших вот например аркаша величка да вот он делает для него это охрененно потому что у нее и так нереальные ноги но он их не фронтальным приседом сделал какой в жопу фронтальный присед может быть никогда не сделаешь такой вес чтобы на фронтальном приседе чтобы выросли ноги вот поддерживать вот как аркаша например сейчас да у нее там такие ноги что блять ну просто пиздец вот он можете позволить фронтальный присед в легкую поддерживать их они у него уже выросли он уже их никуда не денет ему стоит чуть-чуть качнуть их они у него уже такие все понимаете а если кто-то пытается фронтальным приседом нарастить ноги я считаю что мы вам обломаетесь ну и чё скоромный дохуя нарастил ног посмотрим он уже много лет приседает по крайней мере последние выступления по-моему не показали что они ему помогли они ему помогли ну вот поэтому не знаю вот если в скоромный покажет неебические ноги и скажет ну и докажет тем что это от фронтального приседа я заберу свои слова обратно пока не буду забирать я считаю что от классического приседа растут ноги и от неебических весов вот так ладно народ увидимся на тренировке я пошел жрать сейчас вам еще раз покажу свое пиршество вот она грудка сейчас возьму рис о смысле суши паха вы давайте на тренировке короче продолжим беседу спасибо спасибо